С вами Николай Пименко в проекте Даты. Сегодня 24 ноября. День моржа в России. Он учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы и совета по морским млекопитающим. Эти животные крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты Земля. В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Ну а теперь о родившихся в этот день. 1632 год. В этот мир приходит Бенедикт Спиноза, нидерландский философ, рационалист, натуралист, один из главных представителей философии нового времени. Оригинальность его идей заключалась в попытке распространить революционность подходов Коперника на сферы метафизики, психологии, этики и политики. Самый чистый мудрец. Так называл Спинозу Фридрих Ницше. В 1730 году рождается граф Александр Суворов, великий русский полководец, военно-теоретик, национальный герой России, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также многих иностранных военных орденов. Легенда. 1864 год. Рождается Андрей де Тулуз Лотрек, французский художник, постимпрессионист, мастер графики и рекламного плаката. 1888 год. В этот мир приходит Дейл Карнеги, американский педагог, лектор, писатель, оратор, мотиватор. Стоял у истоков создания теории общения, переведя научные разработки психологов того времени в практическую область и разработал собственную концепцию бесконфликтного общения. Основал курсы по самосовершенствованию, навыкам эффективного общения, выступления и другие. В 1934 году рождается Альфред Шнитке, советский российский композитор, педагог и музыковед. Педагог немецкого происхождения, один из наиболее значительных музыкальных деятелей второй половины 20 века, заслуженный деятель искусств РСФСР. Наталья Крачковская, российская актриса и советская, конечно же, рождается в 1938 году. Заслуженная артистка Российской Федерации. В 1941 году в этот мир приходит Александр Масляков, советский российский телеведущий, комментатор советского телевидения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Основатель и владелец телевизионного творческого объединения АМИК Александр Масляков и компания. Организатора и производителя популярной телепередачи КВН. В 1954 году в этот мир приходит Эмир Кустуриц, югославский кинорежиссер, югославский и сербский кинорежиссер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две золотые пальмовые ветви Каннского кинофестиваля. Кавалер Ордена Почетного Легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской, к тому же еще и музыкант. В 1961 году родился Андрей Смоляков, советский российский актер, театр и кино, народный артист Российской Федерации. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1717 год. Петр I издает указ о запрещении появления на улицах нищих. В 1724 для борьбы с нищенством решено было провести перепись всех бедных, распределив презреваемых между праздно живущими монахами. При преемниках Петра все дело замерло, и только издавалось множество указов о запрещении нищенствования, которые на практике, естественно, оказывались неэффективными. Лишь при Екатерине II была проведена следующая государственная реформа организации презрения. 1874 год. Американец Джозеф Глиден получает патент на колючую проволоку. 20 век вызывает прочную ассоциацию колючей проволоки с войнами, концлагерями, зонами. А носило ведь изобретение сугубо мирный характер. С помощью проволоки фермеры огораживали свои участки, что не позволяло уходить оттуда их скоту. 1903 год. Клайд Коулман из Нью-Йорка получает первый патент на электрический автомобильный стартер. Он изобрел его в 1899-м, но поначалу изобретений не нашло широкого применения. А вот инженер Чарльз Кеттеринг из General Motors усовершенствовал стартер, и в 1911 году он впервые установлен на автомобилях Cadillac. Кеттеринг особенно упорно трудился над стартером в память о друге, который умер от повреждений, полученных, когда рукоятка ручной заводки автомобиля отскочила в него. Устранение необходимости вручную заводить двигатель привлекло большое количество женщин в ряды водителей. 1904 год. В Калифорнии начато испытание первого гусеничного трактора современного типа. Гусеницы трактора, который, правда, тогда еще работал на правом ходу, представляли собой деревянные колодки, которые соединили стальными цепями. Первый такой трактор продается в 1906 году за 5,5 тысяч долларов. 1927 год. Основан Московский государственный академический театр Апереты. Он создан на базе существовавшего с 1922 года трудового коллектива артистов Апереты. Вплоть до 1927 театр работал как частный, а затем приобрел статус государственного. Обновленный театр Апереты открывается спектаклем «Игра с Джокером». 1963 год. Джек Руби смертельно ранит задержанного по подозрению в убийстве президента Кеннеди Ли Харви Освальда. Следствие оказывается у разбитого корыта. Свидетелями преступления оказались не только охрана, но и многие телезрители. В 11.21 владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби выходит из толпы и стреляет Освальду в живот. На вопрос о причинах его поступка Руби твердит «Я сделал это ради Джеки». Освальд умирает в 13.07, все в той же больнице Далласа Паркленд, где двумя днями ранее умер Кеннеди, якобы застреленный самим Освальду. 1993 год. Последние 14 бутылок шотландского виски, спасенных от политики сухого закона, потерпевшей крушение в 1941 и вдохновленной книгой и фильмом «Виски в изобилии», продаются на аукционе за баснословные деньги трехзначная цена. 2002 год. Став победителем на международном юношеском шахматном турнире на острове Крит, 12-летний школьник из Брянска Ян Непомнящий, месяцем ранее во второй раз подряд выигравший юниорское первенство Европы, завоевал титул чемпиона мира среди юниоров. Но еще об одном событии подробнее. 1762 год. Английский историк Гиббон записал в дневнике. 20 или 30 первых людей королевства сидят за столами. У всех в руках куски хлеба с мясом, так называемые сандвичи. У британцев как раз вошел в моду этот предок Биг Мака, придуманный Джоном Монтегю, четвертым графом Сандвичем. Его главной страстью были карты. В 1750-х годах дела Сандвича пришли в такое расстройство, что король Георг II почел за благо отправить его послом в Мадрид, дабы спасти от кредиторов. Возвратившись оттуда, сэр Джон кинулся к карточному столу и сидел за ним сутки напролет. Не отрывая взгляда от карт, Сандвич велел принести холодного мяса и хлеба, а затем подать мясо в обложке из двух ломтиков хлеба, чтобы закусывать, не прерывая ни в коем случае игры. Шокированные партнеры побросали карты, но через несколько дней весь Лондон уже жевал сандвичи. Кстати, есть мнение, граф Джон Монтегю, Сандвич был очень серьезным человеком, настоящим трудоголиком, и игру в карты считал бессмысленной и глупой тратой времени. А знаменитый закрытый бутерброд он придумал, чтобы не прерывать рабочий процесс и просто не выходить из кабинета. Приятного аппетита! С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.